Беларусьбанк Боя из самого начала второго круга взяла курс на стабильный набор очков. Перед стартом 18-го тура АБФФТВ и я, Илья Бакай, предлагаем видеоанонс самых ожидаемых матчей ближайших выходных. Батэй тем летом сам не свой. Вот и прошедший матч против Славии сложился для Борисова неудачно, и теперь в чемпионской гонке уже они в статусе догоняющих. Бытует мнение, что Борисовский клуб на современном этапе упустил лидерство в главном аспекте – работе с молодежью. Ведь самые яркие футболисты «Новые волны» сейчас чаще играют именно против Батэ, а не выходят в желто-синей форме. Возможно, в ближайшее трансферное окно команда Кирилла Ольшевского пополнится новыми игроками, которые добавят вариативности для идей тренерского штаба и помогут вернуть Батэ в фирменную чемпионскую походку по дистанции турнира. У будущих соперников Борисова с поколением «Некст» как раз полный порядок. Прошедший матч против «Рцор» БГУ стал бенефисом 20-летнего Артема Концевого и закончился с таким неприличным счетом, который даже произнести вслух будет нетактично по отношению к студентам. Эта победа наверняка добавит уверенности Руху при подготовке к матчу с борисовчанами. С интересом посмотрим, продолжится ли из-за Руха это холодное борисовское лето. Солигорский шахтер в нынешнем его состоянии без сомнения заслуживает красоваться на самом верху турнирной таблицы. Юрий Верниду, поэкспериментировав на старте сезона, в дальнейшем подобрал нужный игровой баланс, который теперь позволяет сверкать талантливой молодежи в лице Лисаковича и Подстрелова. Причем в случае с последним абсолютно неважно, выходит он с первых минут или появляется на замену. Этот и без того устрашающий солигорский механизм по производству побед пополнил лучший снайпер турнира Жасурбек Яхшибоев, который уже в дебютном матче показал, что с ним шахтер стал еще опаснее. На этом фоне завершения семиматчевой победной серии Немана главный тренер команды Игорь Ковалевич воспринял философски. Возможно, ничья с Витебском даже на руку гродницам, которые явно чувствовали себя неуверенно, оказавшись в центре всеобщего внимания в качестве теневых лидеров турнирной таблицы. Судя по всему, роль темной лошадки и отсутствие каких-либо намеков на статус фаворита подходит Неману гораздо больше. И в матче против шахтеров все будет именно так. Солигарчане, которые со стратегической точки зрения обязаны отрываться от буксующего ботэ, будут несомненным фаворитом. Но не это ли на руку Неману? Ведь команда наконец-то вновь выступит в удобной для себя роли охотника. Начало второго круга для жодинского торпеда Белас ознаменовалось вынужденной, а значит еще более неприятной чехардой в центральной зоне защиты. Отсутствие Бордачева в игре с Шахтером и Яшна в матче с Белшиной привели к печальному для команды итогу. Шесть пропущенных мячей и, как следствие, два проигранных подряд матча, что вряд ли входило в планы амбициозного торпеда. А вот столичная «Динамо» Леонида Кучука со временем начинает демонстрировать все большую восприимчивость стилистики и требований нового рулевого. Прагматичный и строгий футбол белоголубых позволил команде обеспечить себе победу над Минском и поправить турнирное положение, а гол Бахара настраивает на мысль, что с креативом и удачей у команды все так же налаживается. Однако в этой паре по части творчества переезд все же на стороне торпеда. Бразильская связка Габриэль Рамос-Ли Певелозу уже неоднократно радовала футбольных эстетов своим мастерством. Впрочем, в этот раз для победы над «Динамо» от них, возможно, потребуется нечто большее.